Изменения коснулись и объемов финансирования строительства. Естественно, в сторону увеличения. 10 миллиардов рублей необходимо освоить в ближайшие два года. Затем ежегодный объем средств будет доведен до 6 миллиардов. Дополнительных вливаний в Челябинскую стройку века ожидают из муниципальной казны. Первая ветка метрополитена будет запущена, как сейчас планируют, в 2012 году и будет включать в себя пять станций. Электродепо, Комсомольская площадь, Площадь революции, Торговый центр, Проспект Победа. Затем, по мнению экспертов, работа будет продвигаться быстрее и лучше. Вы должны понять, даже в любом строительстве тот же жилой дом или комплекс. Первый дом на площадке, он самый затратный. Почему? Под него делается энергия, газ, вода, тепло, канализация. А второй уже он только идет за счет подключения. Почему? Потому что те лимиты, которые надо, они есть. И точно так же и здесь. Первые станции, они будут самые тяжелые. Но дальше пойдет и себестоимость уменьшаться, и пойдет быстрее, потому что пройдет опыт работы. Между тем, прогнозы московских метростроевцев для челябинцев не слишком утешительны. Ведь одна ветка метро существенно не повлияет на транспортную загруженность города. Конечно, структура пассажиропотока центральной части города изменится в лучшую сторону. В то же время архиважная задача, а именно улучшение межрайонной транспортной инфраструктуры, так и останется нерешенной. Остается надеяться, что городские власти о ней не забудут.